Налоговые периоды в декларациях. Чтобы спокойно вести предпринимательскую деятельность, быть уверенным, что штрафы и другие санкции не коснутся, необходимо освидомиться о нюансах работы налоговой системы. Одним из запутанных вопросов ведения индивидуальной предпринимательской деятельности являются сроки в декларациях. Что такое налогообложение? Налоговая система Российской Федерации – сложный комплекс, составляющими которого являются налог пошлина за земельный участок, ввоз товаров, услуги и госучреждений. Уплачивать часть доходов обязаны юридические и физические лица. Устанавливать размер пошлины могут государственные законодательные органы или органы местного самоуправления. В функции системы налогообложения входят сбор средств с населения и другие процедуры, установление, введение и прекращение оплаты пошлины. Установление правил, по которым лицо может закрыться как предприниматель. Контроль за соблюдением правил и обязанностей сторон системы предпринимателей, государства. Осуществление разных форм и видов контроля за соблюдением налогообложения. Информирование об изменениях или изменениях. Обратите внимание, существует несколько разновидностей сборов с населения. Что такое налоговый период? Фискальный период – определенные временные рамки, которые применяются к налогам любых видов. По истечению этого времени определяется база, вычисляется сумма, представляется декларация. Дополнительная информация. Срок оплаты госпошлины предполагает код, который указывается при оплате госпошлины и является обязательной ее составляющей. Установление фискального срока налоговый период устанавливается отдельно для каждой разновидности налога. Порядок исчисления этого времени определяет Налоговый кодекс Российской Федерации. Время уплаты налога определяется отдельно в разных главах кодекса. Время может быть разное – от месяца до года. Например, фискальный срок по НДС составляет квартал, а пошлина на прибыль высчитывается на протяжении года, то есть с 1 января до 31 декабря. На 2018 год упрощенка также составляет период в 12 месяцев. Такие временные рамки для оплаты госпошлины могут включать несколько сроков для сдачи отчетов. Обратите внимание, если П была оформлена в середине года, период составляет время от начала деятельности до конца текущего года. Если по какой-то причине предприниматель решает закрытие П, фискальный срок исчисляется от начала года до дня официального закрытия. Для этого подается справка 3НДФЛ при закрытии П. Заполнить можно, взяв бланк в службе или онлайн. Однако это условие не распространяется на те виды пошлины, время оплаты которых составляет квартал или один месяц. Виды налоговых периодов также как и налог, сроки оплаты классифицируют по длительности. Таким образом выделяют следующие налоговые периоды в декларациях – месяц, квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год. Что такое код налогового периода? Фискальный период может обозначаться разными кодами в декларации, которые необходимо обязательно указывать прежде чем сдать документ. Эти определения состоят из разных числовых сочетаний, например, 01, 34, 31, 24, 22. Это своеобразная кодировка, которая обозначает также разновидность налога. Числовые значения составляются по правилам, выведенным приложением 3 приказа ФНСРФ от 29.10.2014 и являются обязательным элементом при подаче отчета по 3НДФЛ при ликвидации П. Налоговый срок в декларации УСН при ликвидации. УСН – упрощенная система налогообложения. Предпринимателей, ведущих такую деятельность, также называют упрощенниц. Эта система очень популярна, так как требует меньше временных затрат на долг, чтобы сдавать отчеты на ведение документации и предполагает уменьшение суммы на уплату налога. Важно! Упростить уплату и ведение налоговой документации могут некоторые лица с 1 января нового года. Согласно стакану 346.19 Фискального кодекса Российской Федерации срок оплаты госпошлины для предпринимателей, работающих по УСН, составляет 12 месяцев. При решении закрывать деятельность период начисления пошлины для ИП будет считаться от начала года до момента ликвидации. НДФЛ при ликвидации ИП составляет 12% на 2018 году. Независимо от того, когда был закрыт фискальный срок. Уплата пошлины по УНС проводится авансово, то есть налогоплательщик обязан уплатить определенную сумму до 25 числа следующего месяца. Или текущего, если заканчивается квартал. В случае ликвидации ИП, лицо обязано уплатить налог до 30 апреля по завершении года. Такие же сроки предусмотрены на подачу отчета в ИФНС. Расшифровка кодов в налоговых декларациях. В случае подачи ежемесячного отчета кода и оплаты пошлины будут разными. Каждый из них в налоговый период имеет код в декларации, а именно 35 январь, 36 февраль, 2 37 март, 38 апрель, 39 май, 40 июнь, 41 июль, 42 август, 43 сентябрь, 44 октябрь, 45 ноябрь, 46 декабрь. Отдельные коды определены для консолидированных категорий тех, кто уплачивает налоги. Для них цифровые обозначения колеблются в границах от 13 до 16 и расшифровываются при этом следующим образом 13 полугодий а 16 год. При ежемесячной подаче отчета консолидированной группы указывают номер в диапазоне от 57 до 68. Если будет закрываться ИП, необходимо указывать шифр 50. Внимательное внесение номера декларации в соответствии с задачей оплаты коды для упрощенцев, если ИП работает по упрощенной системе. Налогообложение в отчете указывают такие значения, 95 означает последний срок перед сменой системы начисления налогов, 96 последний перед ликвидацией. Код 34 в налоговой декларации также используют упрощенцы, отчетный период для которых составляет год. Дополнительная информация. Код для ЕНВД 0708. При подаче ставки 3НДФЛ при ликвидации П также подается отдельный код. Определить какой фискальный период на имущество будет установлен при открытии или реорганизации П помогут в налоговой. Там же покажут лист образец для заполнения декларации в Москве или другом городе. Учитывая тот факт, что подачу отчетности можно проводить в онлайн режиме, риск ошибки нулевой. При несоответствии данных налогоплательщику просто придет извещение от системы. Для избежания ошибок и недоразумений необходимо вовремя подавать декларации и внимательно проверять указанные коды.